всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев это онлайн турагентство и видеоблог георгиев travel в этом видео я хочу рассказать о том куда лучше съездить осенью и вообще куда отправиться в осенний период в отпуск итак друзья вот что я хочу сказать потому что очень много поступает вопросов куда вам отправиться осенью и школьные каникулы никогда покупать и давайте в общем поговорим на эту тему я хочу с вами поделиться все-таки и думаю каждый почерпнет для себя интересные моменты и так давайте начнем самого главного пока у нас идет сентябрь октябрь вот эти месяца здесь еще можно смело отправляться в направлении такие как турция эмираты египет и конечно классно отдыхать также может захватить еще кипр то есть в общем средиземное море до конца октября еще вполне отличный классный комфортный отдых и многие пытаются это все время поймать поэтому можно смело выбирать туда туры отели и так далее если мы перешагиваем в ноябрь месяц например турция уже половина отеля закрывается это потому что зимний период наступает и работают только те которые работают круглогодично у которых есть бассейны с подогревом и так далее ну и действительно по погоде турция становится в ноябре чуть прохладнее мы были помог прошлом году если не ошибаюсь в турции мы провели прям как раз вот октябрь и ноябрь и начале декабря так уехали я скажу так что например турция до конца октября она комфортно вот в начале ноября покататься поездить супер и в декабре будет супер покататься но купаться уже не хочется потому что погодку уже как у нас летом в 20 градусов 23 градусов 25 как бы море в принципе можно залезть ну ну не хочется да не так когда на жаре прям с азартом и так далее вот что касается друзья египта египет это самые топовые месяца на с конца сентября октябрь ноябрь это самое топовое время и можно конечно то смело отправляться это прям и цены кстати будут расти в это время поэтому в эти даты конечно это будет прекрасный отдых но здесь тоже делаю такую пометочку я был хургаде и был шарм аль-шейхи я скажу что в это время хургаде уже начинаются прохладные ветра и утром может быть уже такой ветерок прохладным даже может накинуть кофточку днем будет прекрасно а вот к вечеру и утром уже как бы так поэтому с другой стороны я бы выбирал на в большей степени шарм аль-шейх но бывают классные хорошие варианты фургаде я бы их тоже не отметал в принципе еще можно отдыхать вот и соответственно конечно же эмираты арабские эмираты тоже пик сезона туда можно смело также до декабря ехать можно классно купаться отдыхать и это тоже пиковое время когда и уже не так жарко но и соответственно классное море вот самый комфорт можно походить погулять сразу есть немножко назад опять убегу летом тоже на самом деле в эмиратах в египте достаточно хорошо просто в самые крыльца пик солнца в два часа дня это конечно более жаркая погода и не хочется никого ходить но это не ужасно можно отдыхать то многие кажется переживает теперь кратенько потому когда это покупать так как у нас захватывается октябрь-ноябрь при период школьных каникул конечно надо все заранее брать здесь причины две первое это конечно стоимость стоимость туров будет расти 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 ближе к этим датам и ничего там гореть на на школьные каникулы не будет это надо грится отдавать себе в этом отчет второй момент это то что хороших отелей не будет они все будут распроданы потому что все хотят быть классных вариантах и останется то что останется поэтому здесь бы я тоже не затягивал что касается египта эмиратов не только мы туда едем но и другие страны поэтому надо понимать что это могут все распродать и вы просто не успеете сесть в этот вагон и улететь в хороший отель а так и бывает люди приходят за одну неделю до школьных каникул а уже ничего нет ценный космос это и ладно не поедем да вот такая вот история поэтому заранее все надо бронировать это не потому что я вас кажется пропагандирую быстрее приходите это вы можете на своем опыте проверить вот кстати у меня есть видео на канале бюджетные туры как раз там поделился рассказал когда можно купить более выгодно когда можно и нужно покупать вот там все 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 по над темой подробно описал а сейчас мы говорим куда отправить все-таки осенью буду продолжать дальше наша горится мой монолог наш диалог друзья что выбрать дальше конечно же же в конце сентября начало октября уже можно сначала октября выбирать полноценно азию это шри-ланка это соответственно и мальдивы это соответственно и таиланд и паттайя и пукет в общем смело уже можно выбирать но надо понимать что в принципе как бы эта погода и вот в том году например на пукете дожди были практически до декабря они частенько были но опять же не надо считать что если дождь это каждый день каждый день как нашим географика показываю до наступил сезон дождей и как будто он идет просто три месяца не останавливаясь такого нет он пройдет закончится пройдет закончится поэтому то не проблема так что принципе азию можно уже в октябре смело бронировать это нормальный период хотя я вам скажу и шри-ланку вот я таиланд я бронировал вот летним сезоном практически по цифрам то же самое что и турцию да хотя там вообще полноценный сезон дождей так что и все люди очень довольны возвращались ни один еще турист не сказал что мы просидели там неделю под дождем и ничего не видели такого просто по факту ну нет такого не существует и кто ездил в азию летом он мои слова подтвердит я сам был летом и скажу что да бывает тучки да ну как бы хочется яркое солнце но бывают тучи но дождя не туда потом дождик прошел закончился опять прошел закончится бывает такой в общем азию можно смело выбирать и тут картина опять же такая же по поводу спроса так как люди будут выбирать на школьные каникулы все направления перебирать конечно же они будут смотреть и на азиатские направления и там тоже выбор отелей будут уменьшаться и также стоимость туров будет расти поэтому это надо понимать и поэтому осень вот такая то же самое касается соответственно и кубы и венесуэлы да то есть но по всем направлениям опять же чтобы понимание было опять вас отправлю в то видео до посмотреть как раз все зависит от спроса от предложения до от наличия рейсов и так далее конечно от сезонности поэтому осень это пиковое время ну давайте кратенько вам спойлер такой скажу что школьные каникулы дорогие декабрь будет самый дешевый новый год будет дорогой 2 пола января будет дешевый и так далее все остальное посмотрите следующем видео которое он предложил вот и поэтому осенью мы можем выбирать практически ну еще почти все направления поэтому смело можно их бронировать что касается хайнане остров хай на него сейчас как бы у нас визовый но я об этом другом видео рассказал но тем не менее как бы хай на это же выбирать можно это классная погода отличный как говорится отдых там вас получится но немножко с пересадочка так что осенний период он достаточно высок по сезону везде и еще раз подчеркнул лучше выбирать заранее для того чтобы у вас были хорошие отели и хорошая стоимость на эти туры друзья ну и конечно же не забывайте обращаться ко мне за турами у меня есть ниже под этим видео ссылочка на мой сайт там есть все туры отели соответственно туры с перелетом от всех туроператоров я не работаю с кем-то одним работаю со всеми поэтому у кого более выгодная цена то вы это увидите соответственно то мы забронируем от себя конечно же я сделаю консультацию не от бюджета а от вашего запроса сделаю все что нужно пойму вас и мы соответственно выберем тот самый вариант и так что хочу еще добавить по осенним туром наверное срезюмировать правильно так сказать если мы убираем на октябрь месяц турцию то турция будет максимально более выгодно это конец октября когда уже захват начало ноября когда начинается уже полноценный сезон октябре она будет стоить как бы достаточно нормально могут быть какие-то предложения но если будет что-то там гореть что маловероятно это будки дешевые отели которые принципе никого не интересуют как практика показала потому что все хотят отдыхать нормальных вариантов вот но опять же школьные каникулы никто снижать цену не будет это никому не интересно никому не выгодно соответственно по эмиратам здесь рекомендую что во первых надо заранее выбрать во вторых если вы едете с детьми на школьные каникулы обязательно берите полное питание all inclusive потому что отдельно напитки на ужинах надо будет докупать это будет вам не выгодно тоже иметь это виду но это все я уже могут об детали рассказать в личных консультациях на такие вот акценты хочу подрастают если мы говорим о египте смело можно выбирать по погоде все супер но лучше выбрать шарм аль-шейх единственное здесь я что проговорю что выбрать по египту шарм аль-шейх или хургаду вот если вам нужен пологий заход это главное можно выбирать хору хургаду если вам нужны больше рыбки рифы и все остальное лучше убрать шарм аль-шейх по что пологих заходов шарм аль-шейхи не очень много а если они есть там не везде далеко есть рыбки вот есть такой момент нам обе например это классный пологий заход на рыбок там минимум и есть еще а в районе хадаба там в одном из райончиков есть несколько отелей которые выходят и на пологий заход и на соответственно классный риф но там как бы количество отеля ограничено но опять же это все лично консультациях могу вам уже непосредственно рассказать соответственно что касается азии как и говорил то же самое это выбор отелей азию можно не бояться но если вы хотите прям стопроцентное солнце чтобы она светила и вообще даже тучи не заходили тогда стоит повременить и наверное оттянуть до ноября декабря вот азиатскую соответственно историю но в целом как говорил можно отдыхать классная нормально будет у вас программа и я за дожди бы сильно не переживал если вы даже откроет телефон там может написать все лето дожди но это абсолютно совершенно не так друзья вот соответственно что касается там мальдив это то же самое да игру не переживайте можно смело отдыхать ну и в общем то наверно все друзья вот на этом я хотел кажется и завершить свой выпуск если как бы все-таки остались какие-то вопросы я всегда вас приглашаю в личный диалог ниже ссылочка на мой прямой ватсап там же под видео и ссылка на мой сайт переходите смотрите ту же самостоятельно если это будет вам удобно будут вопросы пишите звоните я на связь но увидимся следующих видео с вами был павел георгиев компания георгиев пока а